здорово бродяги и явитесь снова с вами так сегодня запишем про новых монстров там они ебнутые конечно не совсем понятно что по поводу них и я не совсем понял как они работают потому что я не смотрел как они работают я видел что на стриме у кого-то но мне было по 2 смотреть как он это все качает и после новых монстров поговорим о гв дефах да думаю да так ну начнем потому что это все на долго будет происходить так нас интересует два новых монстра которых добавили будем говорить по порядку о каждом так данный данный пиздюк это я не знаю как это дерьмо назвать шляпа будем звать его на хуй шляпа лидер канаде дерьмо но в отсутствие других лидерах почему нет так в общем ролик ролик типа кубик два раза точнее роли два кубика ударяет два раза так ладно хуй с ним и выложит рандомные дебафы а тут бьет по всем и ложе какие дебафы атак спит либо сразу получает ход пусть не знаю типа либо большой дамаг либо говно дамаг на третьем скиле но чё-то лажа какая-то не знаю если честно у тэд мне вообще не понравился лажа а нет стояночка там еще один монстр я забыл свори свори я забыл сейчас вернемся так лидерки нету пассивку я смотрел там пассивка на резист первый скилл достаточно интересный то есть абсорб атакбара кто не знает что такое абсорб эта штука интересная очень потому что абсорб он не только забирает у врага 15 процентов атакбара но также дает и 15 процентов тебе в этом отличие абсорба от допустим просто сжигание атакбара я не помню где крест атакбара если по-английски так и 30 процентный не подождите а сжигать бар на 15 процентов с 30 процентным шансом либо 10 процентный шанс на слип ну шанс говно на слип но наверняка с левелом о можно увеличить я думаю там процентов до 40 наверно можно будет разогнать я не знаю я не видел еще ни у кого этих типа с арфами чудищ но в принципе первый скилл прикольный первый скилл мне нравится так второй скилл хилл плюс иммунити это типа прикольно да но проблема в чем проблема в том что хилл маленький и даже если его можно там три раза в талантах качнуть по 10 процентов это все равно по итогам мало будет даже меньше чем хилл белки единственный плюс ну и иммун всего на один ход это тоже пиздец мало это мне кажется это делает этого монстра говном но может быть может быть можно что-то придумать интересное но в чем фишка если допустим у этой хрени ход кд всего два хода тогда это не так плохо да но если вот когда такое стрёмное тут как тут написано до 4 хода это ни о чем вообще так ну и третий скилл равняет хп таргета и союзника смог с маленьким количеством хп и потом понижает хп врага на 15 хп союзника наоборот увеличивает но такая очень очень спорная штука интересный вопрос с кем это можно использовать может с каким-то ромагосом но я не понимаю как это как это работать будет пионером водным может как-то ну но тоже вот блять не знаю она дэмиджа не делает до его как так как 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 полноценного у нее тоже нету контроль для тоже как бы у него все и все по чуть-чуть в итоге я даже не знаю для как для чего конкретно этот монстр потому что босса под боссов он не катит и собственно не ясно может он на гв что-то полезное себя представит то есть ну пока на бумаге вообще не понятно как она должна работать но скармливать ее не стоит надо оставить там может на деле она все по-другому выглядит так вот к этому чуваку вернемся вот этот чувак интересный сейчас во-первых крит лидер это неплохо ну кубики то такие же это все понятно какие подожди дебафы тут антихил поломка гланс либо охот но это прикольно на самом деле потому что он может на пропасть так вот здесь меня интересует либо бронекол либо гланс на 2 хода так это шляпа это все не то вот 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 это меня штука очень сильно интересует roll the dice for time так но он ролик кубики четыре раза это понятно короче в чем смысл он ролик 4 кубика если допустим выпадает 6666 да то есть четыре кубика по 6 он игнорит дэв с обезбашенным дамагом но к примеру он ролик кубики до выпадает я читал про него на родите очень интересно и не ясно какой он дэмэдж будет наносить то есть но по-моему вот он он нормальный вообще вот этот вот этот додик если если даже не на ну-ка как еще раз сколько раз атак атак игнор заинами дефэнс а тут сколько это мультихит это один удар по всем а это просто один удар так по всем или нет n miss defense то есть общее число то есть это по всем бьет бля он он возможно нормальный вот этот вот вот этот пиздюк шляпа он возможно нормальный потому что ну это казино конечно но как бы я читал на реддите во первых не надо чтобы числа шли подряд то есть ты можешь выбить допустим 4 2 4 1 и и ты ударишь два раза игнором или как он это делает я не понимаю то есть сколько он ударов делает я так понял он делает четыре удара я так понял он делает четыре удара бля он может тогда и на некор неплох вот этот пиздюк он он возможно и на гигане плохо будет и или в рейде или куда-то еще потому что он вешает кучу дебафов и он прикольный а почему нет собственно я думаю вот этот пиздюк натуре крутой потому что может даже его на гв куда-то можно будет воткнуть но потому что я вот прям я прям вижу вот эту картину когда-то оттачишь этого урода да и он против тебя виол виол нахуй и прокает 6 6 6 6 и он тебе просто нахуй два моба из пака выносит игнором но вопрос опять же в его нам дэмиджи непонятно какой у него будет дэмидж про дэмидж никто ничего не говорил чувак написал который про не про этого моба писал чувак написал что с дэмиджем ничего не ясно типа надо ждать смену рун тогда он сможет потестить но вот этого пиздюка я бы глянул он он очень интересный ну и вы сами все знаете что механика игнора урона игнора защиты точнее она очень жесткая в этой игре и является чуть ли не не самой сильной вообще в игре сейчас секунду сейчас я кое-что сделаю так и это является одной из самых сильных уюрин в игре то есть игнор защиты тут же коппер бульдозер люшин все бомбы все прекрасно знают что это такое как это работает если вы там не новичок десятого уровня большим этот пиздюк точно его точно есть смысл оставлять сто процентов и ждать что-то потому что если мне упадет но я как бы сумму нет не скоро буду я буду сумму нет в конце месяца ну ближе к новому году короче точнее я буду сумму не ближе к новому году и так но я обязательно его прокачаю и по и по тестю как это будет выглядеть то есть я думаю он лютый так кстати кто у него архетип атака да этот пиздюк точно должен быть хорош я бы я прямо вот считаю что он классный так здесь тоже резист я смотрел так атак но это то же самое так это что так слип на один ход и доты так слип шил но что-то я не знаю на самом деле это может это может под какую-то связку с бомберами неплохая тема типа типа тиана да там сиара плюс какой-то бомбер может может это как-то так будет работать либо без сиары да например допустим тиана до бомбер любой вот это дура и либо баффер на атаку либо еще один бомбер то есть ну может это как-то так может работать но но больше чем вот чем я сказал я пока не вижу куда это применять на еще зачем его можно использовать муху и знает если честно я что-то не в пень визе может просто какие-то комбинации через тяну типа типа убивать по одному знаете там какой-то блять какой-то самобав персонаж до который типа вот типа вдвшников темных светлых до типа ассасинок желтой либо темной до сосеньки допустим вот эта шкура и либо тяна либо там кто-то еще какой-то урод типа грифона или типа хлои там но зависит от ситуации может как-то так еще играть но это уже такие прям совсем жесткие извращения ну вообще мне не нравится я считаю что дерьмо персонаж я пока не совсем понимаю как это работать будет может ну может я короче тупой что-то не вижу но мне почему-то она не нравится я бы ее на складки дал до лучших дней так 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 водяных я обоих посмотрел огненных я обоих посмотрел да да все правильно так где где нигде лидера курси это полное говно так тоже один удар по всем их и на лида это ревайв ну типа пиздюк который может станет ну вот этот кусок урода он может быть в башне неплох на самом деле то есть он может заменить брайан да на самом деле очень даже неплохо он в каком-то дисплеере либо например наоборот вайленте пока непонятно может очень жестко заменить брайанда в башне потому что он и станет и кучу дебафов вешает и прокает сам себе блять вайлент и и их дохуя чё делает и может еще и резать поэтому он возможно вот этот уродец жесткий да я думаю что он актуален может быть то есть но больше чем кроме как для башни в принципе на гв вот в принципе кстати на гв можно его использовать какой-то персонал ну в какой-то сборке рун что-то типа дисплеер тоже опять же либо вайлент да ну и просто вот он типа толстый и быстрый типа много хп много скорости немножечко курса для дебафов да и и в комбинации с какой-то часун и каким-то самодостаточным дамагером типа тео марса типа ракана типа лайки типа первые возможно какие есть еще такие самодостаточные дамагеры даже не знаю сиара например вот сиара и вообще отлично это все может очень жестко сработать ну и там комбинации можно придумать многое но в принципе я думаю вот этот чувак интересный на самом деле да ёб твою мать что за музыка я уже доебался переключать чё ёб твою мать случилось монстр к этому что-то говно они музыку они стали добавлять блять надо искать что-то другой какой-то канал для музыки потому что это полное дерьмо в общем вот этот чувачок интересный я бы его оставил допустим если у вас нету арха ветра да и например ионы да нету и русалки нету да например темный но это как бы это это пиздец редкие персонажи далеко не у всех такие есть и брайан как бы как рез в пвп он говно да и в пве если честно он тоже как бы не сказать что сильно крут а вот этот говнюк может быть интересным то есть ну надо увидеть как это все работает мне кажется прикольно мне кажется этот пиздюк сыграет сейчас секунду я попью так мс джем снова с вами но этот скилл понятно это тот же иммун вот эта пассивочка интересная в чем прикол этой пассивки она не дает умереть твоему персонажу так же как хвадам и работает по тому же принципу что и хвадам то есть ее надо ставить справа в конце если ты хочешь чтобы ее пассивка сработала все кто стоят справа от нее умрут вместе с ней если будет ауе аааа пассивка работает слева направо по очередности то есть того кто для тебя важен ты должен ставить левее всех если ты хочешь чтобы пассивка прокнула именно на него ну вот как то так в принципе персонаж интересный и очень большая база хп я вижу даже на 5 звездах это 8000 и скорость 113 плюс первый скилл прикольный и плюс говнохил и иммун в принципе а сколько ходов кд 10 ходов кд ёп твою бабушку если откатывается до 6 и ну не знаю не знаю все равно долго вот если было бы хода 2 3 это было бы жестко так но это интересно выглядит как минимум это как минимум выглядит интересно и руны есть сто процентов вайленд это без вариантов и возможно что то интересное можно с ней сделать потому что ну прикольно прикольно эта штука прикольная против всяких сиар на гв да то есть очень много паков типа сиарой она может сыграть где 1дд является сиара или там где вот 1дд перна например является да это тоже может сыграть прикольно на самом деле вообще прикольно так ну чё гок светотьма так грузись грузись так вот урод спид лидер это уже как бы на многом говорит так ну это понятно это тоже самое что на экзотак баров улами мы сендались нечто короче имба в том что это новый next level такая же тема как тяно только еще жестче то есть бля вопрос это пиздец это вот этот вот этот урод он может игру сломать вообще окончательно вообще окончательно это реально это новая тяно просто представьте себе картину его пассивка я объясню кто не понял там много написано там пассивка для зануд очень много всего написано в общем работает она так вы входите на арену и у тебя и у врагов не смотря на иммун руны не смотря ни на что похуй вообще на все атак бар становится ноль ну а дальше слушайте внимательно атак бар становится ноль но на твою команду на всю этот эффект не резистится не иммунится ничего и на твою команду вешается баф скорости и то есть если у твоей команды у всех скорость предположительно 200 плюс да 200 там 10 220 у кого то да плюс у тебя спидлидер здесь 24 от него самого что тоже не хуёво весьма я вам скажу то дай бог у противника успеет сходить грифон и все остальные хуй его зафоловят не факт что они его зафоловят я думаю что этот чувак в говно сломает игру потому что любой деф по определению без атак бафера да то есть ну в смысле без атак бустера без грифона или без мячика для него становится кормом это раз второе очень сильно очень сильными станут комбинации такие типа вот как вират он какой нибудь еще педрила к вираду да типа ановель например типа вират ановель вот этот хуила плюс кто плюс допустим либо псоман блять либо блять какой нибудь еще абсолютно там любой урод даже атак баф не нужен будет это пиздец короче этот чувак вообще может сломать игру очень жестко вот я вижу что вот этот пиздюк он вообще лютый он игру поломает реально он он просто дикий то есть поначалу будет как с тианой все будут говорить хамы обхуйня никто его юзотни ну типа кому выпадет помните как упала тиана да и все блять худшая полярка говно А потом через полгода Тиана типа ништяк стала, а еще через полгода Тиана стала, скажем так, чуть ниже Псамана. То есть, я думаю, с этим мобом будет примерно такая же история, но быстрее. То есть, сначала все подумают, что он говно, а потом какой-то азиат покажет, как им играть. То есть, покажет то же самое, что я, в принципе, объяснил, только с какой-то отработанной комбинацией монстров имбовой и людей осенит. И они начнут придумывать кучу комбинаций с Вирадом, с какими-нибудь самураями, с какими-нибудь полярками там, блядь, с какими-нибудь Клеопатрами, да, с Клеопатрой Ветра там, или с Клеопатрой... Как это пизда называется? С Клеопатрой Огня там, со всякими там такими монстрами. И все, и людей пиздец осенит, и все, этот монстр сломает нахуй игру. Единственное, что спасает, что он светотьма. Так, где эта дура новая? Так, цели, акуроси, дерьмо. Слип опять, это тоже дерьмо. Remove Random Finish Effect. Как это, на меня, и уже термит. Не совсем я понимаю, как это работает. То есть, у него крутая база статов, да, то есть, смотрите. 11, 700, 113 и 700 дефа, это вообще круто. У него первый скилл прикольный, второй скилл полное говно. Хотя... Она вешает доты, правильно? И потом, под дотом, она дрочит этим слипом. Вот это интересно, с одного врага? Возможно? Возможно. Вот эта манда будет жесткая в дефе. Возможно. То есть, на бумаге кажется, что это полный каут, что это полное говно. Но вот почему-то мне вот в голове, мне кажется, что это вообще next level, либо на РТА арене. Либо на... Либо в деф арене. На ГВ ей места не хватит, там всего три человека. На ГВ разве что в атаку. А вот именно на арене, это может быть на самом деле жестко. Потому что она жирная. И она ебет мозги своим слипом очень сильно. И в комбинациях, допустим, с какой-нибудь Клеопатрой огня, эта тетя Мотя вообще конкретно может мозги вынести. Прям пиздец. То есть, я поначалу подумал, что это дерьмо. Но мне кажется, что на деле это будет жестко. Ну, я так думаю. Могу ошибаться. Могу ошибаться. Вот все вот эти монстры, кого я называю, что говно, не говно, хороший, плохой, это только мое личное мнение. На деле все может оказаться не так. Так. Дальше, дальше, дальше идем. Не то. Не то нажал. Резист, дерьмо. Турис, редис турб. Я чуть не понимаю, то есть, он кидает кубик. И, типа, в зависимости от кубика, он уменьшит количество хп. Но что-то я не понимаю, как это работает. Не совсем, если честно, понимаю. Я че-то залип вообще, нахуй. Я пытаюсь понять, как это работает. Я не понял ни хуя. Сейчас, секунду. Ну, блядь, по-моему, он может... Это интересно, я хуй знаю, как это будет работать, но это выглядит интересно. Потому что в дефе на гв он может сильно вынести мозги в каком-то жиропаке, да, типа... Допустим, архветра, ретиш, и он, например, да? Или... Ну, в чем-то подобном, где... Он будет жить долго, и выносить мозги вот этой всей шляпой дебафами, такими хп равнять, прыгать, прокать, ебать тебе голову. То есть... Он интересный, я не знаю, как это работает, но... Может быть мозгоебным этот товарищ. То, что оно вроде на деле написано хрень, а выйти может очень жёстко. Ооооо, хп лидер для арены 38. Вот это неплохо на самом деле. Это неплохо. И выглядит она, кстати, охуительно. Чёрным, в чёрном вот этим мелодии, вот эти розовые... Ну, не розовые, такие, типа... Пурпурные, типа, падают. Прикольно, прикольно выглядит цвет. Цветовая гамма охуительная у этого монстра. Мне очень нравится. Имон плюс подхил. Окей. Видите, какой-то так бар. NHP. Из-за... Мазер авиаторгит. Ух ты! Ух ты! Хм, вот это интересно. То есть, она... У меня вопрос в том, когда она меняется с врагом, атак баром, она его на 0 поставит? То есть... Как бы объяснить. Когда она меняется с союзником, атак баром, понятно, что она даст ему полный атак бар и хп, да? Типа как Часун, да? Точно так же. Только Часун равняется, а не меняется. Но когда она меняется с врагом, она ему отдаст свой атак бар, который остаётся после смены? Или нет? Потому что если да, это вообще охуительно. То есть, ты меняешься на первом ходу сразу, у неё скорость 113, база хп 12700 дефа. Это просто бомба. Это просто пушечная база. 113 это... Это больше, чем у Грифона, чтоб вы поняли. У Грифона 111, это охуеть как много. Ну, это у неё просто... Ну, с Эвейка спит идёт, это круто. 12к хп, это меньше, чем у Бестмонка, но не на много. Это охуеть как много, тоже 12 тысяч. 700 дефа, это пиздец, это практически как у Архангела. Это мега крутые статы базовые. Короче, это классный моб. Это как бы объяснить. Он не ломает игру, если он работает типа по механике как Часун. Но он всё равно охуенный. Ну, короче, он прикольный. Его можно и на ГВ... Он в атаке точно юзабельный. На РТА он точно юзабельный. В атаке на ГВ он точно юзабельный. А вот по поводу... По поводу кого? По поводу этого я затрудняюсь сказать. По поводу дефа, потому что... Надо понять, как это всё работает и как он на автобое... На автобое он, возможно, будет тупить. Ну, в общем, моб нормальный и интересный. Как бы, как по мне, он прикольный должен был быть. В общем, мобов добавили хороших. Это точно. Так, меня руны просили показать... О, качи, я не помню. Мячиков. Вот мой мячик воды. Меня просили руны показать... Свифт Немезис. Ой, Свифт Вилл, я уже заговариваюсь. Это вот мой один мячик. Так. И второго мячика руны просили показать. Вот второй мячик, собственно. Так. Дисплеер эндюр. Эндюр просто потому, что очень хорошие статы. Так больше незачем. Так, ну и... Перейдём по дефам на ГВ. О-о-о-о, раз поехал. До свидули. Понятно. Петушня дискотечная. Короче, вот мой деф на... На этой неделе пока что. Деф стоит такой. Хотя стоял мячик воды какое-то время вместо Кумара. О дефах... Ну, как бы, рассуждать можно много. Так, сейчас, секунду. Я попью, прежде чем начну, потому что говорить надо будет много. Рассуждать можно о дефах много, но я буду, как предложил мне парень в комментах, я не помню кто. Я буду рассуждать на дефах нашей гильдии. То есть, далеко не все дефы мне там нравятся. Но, опять же, не я занимаюсь их постановкой, и я к этому, в принципе, никакого толком отношения практически не имею. Поэтому, но так как у нас достаточно неплохой результат по защите от гильдий, то есть мы много гильдий дефим, хотя все равно многие нас пробивают. Но, тем не менее. Так. Как там, блядь, смотреть-то? Сейчас. Так, ну... У этого чувака вообще слабый деф, на самом деле, он стоит вообще, да, его поставили. У этого чувака вообще слабый деф, но вот второй деф, допустим, прикольный. То есть, это стандартная комбинация Эладриэль плюс Тейлмарс. На ГВ такое встречается в трех рубинах очень часто. Очень много людей комбинирует таких двух монстров. И третьего пихают абсолютно случайно. То есть, это Часун, блядь, это Перна, это... Еще один Рез, блядь, это... Русалки, все что угодно, плюс вот эти двое. Точнее, вот эти двое плюс все что угодно. Первая комбинация, это Old School, я бы так сказал, потому что это было популярно еще, когда я даже на Глобале играл. Но комбинация Жултан, Камила, плюс Хиллер, это либо Часун, либо... Ну, любой жирный Хиллер, который может потянуть время. И почему падает выбор на Хлою? Потому что основная угроза для Хлои это бомберы. Ой, основная угроза для Хлои... для Камилы это бомберы. И кто там еще? И Катарина еще. Катарину еще не любит, Камила. И Хлоя достаточно неплохо этому противостоит. Поэтому я бы сказал, что это такая тупая стандартная комбинация. Мне она не нравится, то есть первый деф у него полное говно. Я бы такой не советовал делать. Но объясню, как работает эта комбинация, то есть... Камилу ты по понятным причинам бить не можешь. Если ты не обладаешь игнор-дефом такими, как Арнольд, такими, как Катарина... И так далее. Такими, как бомбы... Ее бить очень долго. В особенности с поддержкой Хлои. Это... Подобно смерти. То есть высока вероятность того, что Жултан кому-то даст бронекол... И убьет. Жултана бить, в свою очередь, тоже опасно. Потому что когда ты его бьешь, ты получаешь в обратку урон. И... И тут стоит такой выбор, то есть... Ты либо бьешь Жултана, да? То есть, как бы, первой Камилу бить не вариант, это точно. И тут стоит такой выбор. Ты либо бьешь Жултана... Которого бить тоже напряжно. Он жирный. Он бьет в ответку. Он вешает блок хила. Он бронекол вешает. Как бы, неприятный товарищ. Либо бить Хлою, да? Которая достаточно толстая, как правило. У нее приличное количество дефа, хп. И она себя хилит. И все это время тебя будет избивать Камилла с Жултаном. Плюс Жултан имеет рандомный бронекол. То есть, это работает. Как бы, в голове вроде как... Все на своих местах. Но на деле просто заходит Коппер. Первым ходом убивает Жултана. Потом... Долго, но методично убивает Хлою. Само собой, Камила сделать ничего не может. И потом просто на автобое он добивает Камиллу. Вот и все. Поэтому этот деф я считаю говном полным. И вариации убийства этого дефа тоже куча. То есть, Архогня... С любым хилом адекватным в соло контрит этот деф в говно. То есть, Жултан никого не может пробить. Камила бьет Архогня. А ты просто медленно убиваешь по одному. Хлоя. Жултан. Без разницы в каком порядке. И потом остается одна Камила. И все. И таких вариаций много. То есть... Там... Через свою Хлою можно убить. Через воскрешение можно убить. То есть, ну... По мне это слабый деф. То есть, ну... По поводу дефов я буду рассуждать. Просто, то есть, я буду объяснять вам, как вещи работают. И... И вы уже сами делаете выводы, какой деф на ГВ вам выгодно ставить будет. То есть, я объясню, как я вижу ГВ. И... И как вообще... Ну, мое понимание, как работает ГВ и построение дефа в ГВ, как я это делаю. А вы уже решите. Так, этот новичок, он вообще не в дефе. Так. Ксартас тоже не в дефе. Так. Вот. Слева находится стандартная комбинация. На данный момент это... Самый стандартный, самый стабильный, наверное, деф на ГВ. Но объясню его минусы. Так. По порядочку. Вправо находится тоже стандартная комбинация. То есть, есть такая стандартная комбинация, как Орион, либо Элладриел, либо Иона, либо Темная Русалка. И... Дамагер. То есть, Ракан, Зироту, Сиара, Теомарс, Перна. То есть... Соло самодостаточный дамагер, который может... Один... Сделать много делов, убить. И при этом еще быть достаточно живучим. Для ГВ. То есть, это тоже стандартная комбинация, но... С Раканом она не совсем стандартная. Так, по поводу первого дефа расскажу. В чем сила этой комбинации? Во-первых, по стихиям. То есть, стихия водяной, Теомарс, который... Не танчится ничем. То есть, ну, прекрасно знают его пассивочку. Все. Поэтому... Его дамаг непредсказуемый. Он может быть абсолютно любую целью, ему похуй. Ретиш. Ретиш, который разбавляет... То есть, ну, чем ходит на Теомарса? Ветром и водой. Правильно? Правильно. И Ретиш, это все контрит. То есть, ты не можешь сюда прийти тремя водяными монстрами. И Джуна дополняет то, что первое, сюда не придешь с Хлоей. Второе, то, что сюда не придешь со слабым Копером. И третье, то, что помимо того, что Джуна снимет все бафы, она имеет высокий шанс стана. То есть, ну, как высокий, понятно, что стандартный, но... У нее высокая скорость. Джуну всегда одевают скорость. То есть, большое количество скорости. И при этом всем, то есть, она толстая. Это все не залюшинить. И как бы... И вообще достаточно неприятно. И при этом всем, она огненная. То есть, это тоже такой своеобразный, скажем так, дискомфорт вносит. То есть, в три ветряных монстра здесь тоже особо... Не, ну, как бы ништяк, на самом деле. Три ветряных это оптимально. Но Джуна тебе тоже мозги выебет, когда ты в три ветряных придешь. Так вот. Чем контрить данную комбинацию? Либо таким же паком, само собой, играть в казино. Либо комбинацией трех сильных ветряных монстров. Которая есть далеко не у всех. Но основной, как бы, основной... Тот, кто убивает эту комбинацию, это Ретиш. Это Камилла. И самый сильный, кто в говно контрит эту комбинацию, Это Коппер Бульдозер. Да, вы не ослышались. Но... Такое могут позволить себе единицы. Потому что, во-первых, оба и Коппер и Бульдозер должны быть в иммун рунах. Это раз. Во-вторых, оба и Коппер и Бульдозер должны обладать очень-очень-очень большим уроном. То есть, порядка 35 тысяч должен бить Бульдозер. Это раз. Чтобы убивать Джуну. А так, даже выше он должен бить. Даже лучше. Если он бьет 40 тысяч, тогда... Это пиздец. Тогда, да. Второе. Коппер должен бить порядка 50 плюс тысяч. Желательно где-то 52 хотя бы тысячи. Тогда он складывает Ретиша. То есть, ну и начинается расклад такой. И Месетти заливает Бульдозера. Он ваншотает Джуну. Дальше Коппер стоит в иммуне. И то есть, никто ему не может сломать броню. И Коппер ваншотит Ретиша. И дальше вы остаетесь, как правило, либо 2 против термоса, либо 3 против термоса. Ну и тут уже все знают, что станы от Коппера, деф-баф, и Месетти мозги будет ебать ему своими откатами. Так что у термоса шансов немного. Но для этого нужны дикие руны. И я, как я уже повторил, нужно иметь иммун-сеты на обоих. То есть, поэтому эта комбинация считается стандартной и сильной, потому что против нее тяжело бороться. Сейчас, секунду, я этот допстыв ебаный переключу. Поэтому, поэтому эта комбинация является одной из сильнейших. Потому что она сбалансирована. Она имеет высокий, как бы, как сказать, высокий шанс рандома. Что Джуна может всех застанить. Ретиш может запрокать. Теомарс может запрокать. Ретиш может кому-то провокацию дать. Ретиш может всех захилить. То есть, дохуя факторов, которые, если ты этот пак не ваншотишь, выебут тебе мозг. Очень много. Поэтому эта комбинация является сильной. Справа комбинация тоже является сильной, потому что мяч это рандом раскол. Все знают, что мяч это очень-очень мозгоебный товарищ. И очень-очень жестко он может выносить мозги. Потому что непредсказуемые расколы, непредсказуемые снятия бафов, непредсказуемые проки первого скилла, а у Ера сколы. И помимо этого всего самое-самое для меня, по крайней мере, бесяч. Извините, секунду. Я сделал планш. Сейчас, секунду. Самое-самое бесячее это у него имеется еще крест. Помимо еще станов ионных, у него имеется крест. Который вешается на три хода. И это зачастую бывает фатально и переворачивает игру. Потому что вроде как хил у тебя есть, а потеряться ты не можешь. Это зачастую переворачивает игру. И то есть работает это так, что мячик дает раскол, заливает, дамагер ходит. Как правило, дамагер никого не успевает убить на первом ходу визуален проков. И как правило, если комбинация против тебя сильная, то он умирает на первом ходу. Архангел его резает. И тут начинается вся дискотека заново. Начинает прокать Архангел, начинает прокать мяч, начинает опять прокать дамагер. И все по кругу. И пока ты убиваешь Архангела или мячика, то есть Архангел опять резает, опять хилит, опять прокает, мячик опять встанет, опять заливает. И это все по кругу происходит. И работает это достаточно жестко. В принципе это сильные дефы, оба этих дефа сильных И против них ничего сказать плохого нельзя Так, ну вот первая вариация Это опять же ретиш Теомарс И ну вот опять связка про которую я говорил То есть Эладриэль плюс Теомарс И к ним добавился ретиш То есть Эладриэль ретиш это тоже очень сильная связка То есть 50% хп Но ретиш это сам по себе лучший монстр на гв Один из лучших Теомарс ретиш это одни из лучших монстров на гв Они очень сильные И к ним всем плюсуется термос В принципе связка хорошая, сильная Плохого ничего сказать не могу Можно посмотреть как она работает Работает она В принципе неплохо Где-то проигрывает, где-то выигрывает Так, по второму дефу Это Сиара, Иона плюс Праха То есть расчет идет на то Мне этот деф абсолютно не нравится Расчет идет на то, что Против тебя будут брать имун И типа праха будет стан, имун Типа снимать имун, станет Постоянно прохиливать Сиару Иона будет ее постоянно резать Но в чем минус этого дефенса То есть Он в соло контрится риной Легко Легко контрится в соло риной Поэтому я считаю это слабым дефом Потому что любой меняемый игрок Просто возьмет рину И 2 дд огня Самодостаточных И просто тебя выиграет И все Если только твоя Сиара Три бомбы подряд не повесит С Вайлен Проков Что в принципе практически нереально Парини у которой 100 резистов Практически невозможно Так, по поводу Тейк Нотаса Сейчас посмотрим Какая у него статистика в дефе Ну в принципе Примерно такая же Так, идем дальше Кто стоит в дефе Сники Ник Это old school связка первая То есть Веромос, праха И плюс третий монстр Который Помогает Как это работает Объясню Это Праха зачищает Может застанеть Веромос сверху накрывает вторым станом Зайрос ресетает Веромос прокает Может опять застанеть Зайрос сверху ложит доты И работает это так Что тебя ресетнули Ты ничего не можешь сделать Стан-стан У тебя кд не откатываются И ты просто умираешь в дотах Пока праха все это хилит Мне эта комбинация не нравится Потому что она Уязвима к таким монстрам Как Веромос Уязвима к резисту Но Можем посмотреть Как это работает На самом деле Первый деф выиграл Первый проиграл Первый выиграл И проиграл То есть первый деф Не особо выигрывает Мне этот деф не нравится Справа Дефенс Более интересный То есть Это опять же Комбинация Элладри И Лретиш Но с мячиком Как по мне Недостаточно урона То есть Против тебя берут Какого-то Монстра Типа Часун И два монстра огня И просто тебя катают Медленно Но верно Как по мне Комбинация слабая Потому что Единственный дд В виде ретиша Его недостаточно Элладри Это конечно круто С мячиком Но ретиш Ретишу сложно Нанести такое количество Урона Чтобы убить Солстых монстров Поэтому Мне тоже не нравится Эта комбинация Так Че у пингвина Первый деф Полное говно Второй деф Старый добрый Даблбонг Плюс мяч Это тоже Такой олдскул Можно сказать Посмотрим Как это работает Так Ну по большей части Побеждает Я так понимаю Одинаково Одинаково На самом деле Ну Первый деф Здесь идет Расчет на что На то что Человек Нападет Какой то худой Комбинацией Наподобие Теомарса Сейчас Секунду Наподобие Теомарса Наподобие Чего еще Может быть Наподобие Какого то Не знаю Там Ну это Самая Самая такая Угроза Наверное Это для Теомарса Потом может Каким то еще Какой то еще Хренью нападет Типа чоу Там Или еще Какой то Худой Фигней Не знаю Там Чем Люди могут Оттачить Может кто то Захочет Напасть Тианой Да Какой то А тут Достаточно Жирные Персонажи И тут Просто Идет Имун Потом Зайрос Ой Верат Станет Арх Прокает Станет Подхиливает Ну честно Не знаю Кого он Кроме Тормаса Может выиграть Деф Полное Говно И по моему По моему Он даже Люшеница Если честно То есть Меган Люшен И там Кто то еще Я думаю Сломает Этот Мне не нравится Этот Дефенс Очень слабый По моему Очень плохая Музыка Справа Короче Комбинация Стандартная Мяч Доблбонг Я не очень Люблю эту Комбинацию Но Она имеет Право на Жизнь Потому что Если ты Придешь туда Без эмона Или если По какой то Причине Игра затянется То рано или поздно Доблбонг Каждый Сделает По три Вайленда Две Масухи И ты Сдохнешь То есть Так это Работает Если ты Быстро Не убил Эти ребята Делают Масуха Масуха И даже Когда ты В эмуне И пришел Туда С часун Да То у тебя Все на Лоу хп Ну не на Лоу хп Но даже На половине И монг Прок 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 И все И ты Сдыхаешь То есть Работает Это так И Это хорошо Когда Ну то есть Право Деф Мне нравится В принципе Потому что Ну это Работает Прикольно То есть Кому то Все равно Не повезет Прилетит Куча Вайлендов И ты Сдохнешь Если ты Не убиваешь Их за пару Ходов Это Хороший Ну как бы Не хороший Но рабочий Дес Так Кольт Это Тоже Олдскул Комбинация Вот это Мяч Камила Перна Это Олдскул Комбинация Мне Не знаю Как сказать Она Мне Не нравится Наверное Потому что Она Достаточно Легко Контриться Комбинацией Типа С Хлои Очень Легко То есть Ты берешь Хлою И два Перценажа Воды Ты убиваешь Мячика Или даже Перну А потом Мячика В зависимости От того Как имун Кто первый Ходит Как ситуация Разыгралась Они все Бьют Хлою И ты Тянешь Время Пока они Бьют Хлою Быстренько Их Раскладываешь То есть Как по мне Это слабый Дефенс И Он Сработает Только в том Случае Если Камилла И Перна Имеют Высокий Показатель Скорости Вместе С мячиком Либо Если Как-то Это Все Вместе На Виолах Сыграют То есть Ну Это Тоже Опять же На Виолы Игра Но В случае С Дабл Монком Это Выглядит Интересней Справа Дебильная Комбинация То есть Теомар С Часун И плюс Саппорт То есть Зачастую Это выступает Арх Я вам говорил Да То что Вот любят Ставить Арха Либо Русалку Либо Такие Всякие Вариации То есть Ну это Такая Можно сказать Как сказать Нубская Комбинация Наверное Я выражусь Так Потому что Когда люди Не знают Что поставить Вдф Да Они ставят Теомар Сейчас Сун И кого-то Туда Третьим Пихают Но Как бы Все равно Бывает Рандом Где это Все работает Вайленд И Вайленд И опять же Это все Может выиграть Но мне Не нравится Эта комбинация Потому что Ну вот Смотрите Видите Она нихуя Не выигрывает Она выиграла Один бой Эта комбинация Потому что Во первых Должны быть Космические Роны У всех В троих Это раз Во вторых Специфичные Роны Это два И в третьих Это должно быть Как правильно Сказать Даже не знаю Блядь Ну Я не понимаю То есть Как это Работает Без специфичных Рун То есть Это не сработает То есть Люди приходят Туда с целью Ваншот Теомарса Ты его резаешь Они его ваншотают Еще раз Все урона нет Игра слита Сразу То есть Как только Они дважды Убили Ну там Трижды Получается Убили Теомарса Процентов 90 Что игра Проиграна То есть То есть У тебя У Теомарса Есть Два Три хода В лучшем Случае Выиграть Игру И Ну это Такое Себе Ну Есть тоже Хитрости Вот Слева Слева Стандартная Комбинация Сейчас Сиара Орион Так что Мяч С кого то Снимает Имун Кому то Дает Раскол И эти Ребята Туда Заезжают Пак В принципе Рабочий Но Большинство Людей Подбирают Различные Комбинации К нему То есть Самая Распространенная Комбинация Против Этого Пака Это Первая Через Тиану Обогнать Убить Либо Просто Через Тиану Тиан Отходил И ты Победил А вторая Комбинация Это Иммун Пак То есть Шилд Вилл Три Монстра Три Монстра Шилд В рунах То есть В основном Контрят Вот так Но Там Есть Еще Всякие Через Рину Там Есть Комбинация Через Арха Огня Там Люди Придумывают Кучу Всего Для того Чтобы Это Остановить Но Собственно У кого Что Есть Тот Собственно Тем И Пользуется Справа Я уже Говорил Сейчас Секунду Я попью Справа Я уже Рассказывал Про Эту комбинацию Она Стандартная Является Самой Распространенной На данный Момент В трех Рубинах И я Объяснял Собственно Почему Так Ну Как видите По большей части Выигрывает Комбинация Справа Хотя Слева Тоже Сильная Комбинация Но Справа Слишком Много Рандома И слишком Много Всего Ауе Раскол Точечный Раскол Неконтролируемый Дамаг От термоса Контроль От Джуна Диспел От Джуна Хил От Монка Провок От Монка То есть Куча всего Куча всего Если ты приходишь Туда с бафами Джуна Тебя Твои бафы Превращает В доты Это жесткая Хуйня На самом деле Очень жесткая Так Зеро Зеро Тоже прикольные Комбинации Так А вот опять Связка Справа Вы видели уже Связку Я про нее Рассказывал Как видите Многие Ей пользуются Матео Кстати Она тоже стоит И слева Опять же Комбинация Тео Ретиш Но в связке С русалкой В чем фишка Если казино Не на твоей стороне Ты в таком Говне Потому что Ты зашел У тебя Не критануло Термос Ретиш Сходили Русалка Дала щил Сняла баф И похилила Еще тебя побила Спроков И ты в говне Работает это вот так И комбинация жесткая На самом деле Так Ну Сейчас посмотрим Первый и второй деф Выиграли Так Второй Второй И второй То есть Как видите Здесь выигрывает Больше второй деф Так Сейчас покажем На примере Матео Стандартный пак Слева Стандартный пак Справа Собственно Вы все Сами видите Так Ну и как видите Первый пак Охуеть Как работает Вы видите Да То есть Вот эта вот Комбинация Ретиш Сиара Ой То есть Как Оракул огня Короче я забыл Джуна 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 плюс Тео Работает это пиздец Как жестко Как видите Выигрывает В основном Первый деф Это потому Что это охуеть Какая связка Жесткая И немногие Могут ее Контрить В основном Как бы Коппер Бульдозер Лучшая Контра Но не все Могут себе Это позволить Так Ну мой деф Вы видели Все Прекрасно Сами Он какой-то Педик Меня пробил Вот сука Жулика Так Фордеус Комбинация Опять же Сиара Мяч Но вместо Перны Потому что У него нет Перны Монг огня В чем Различие Есть точечный Но большой Хил В отличии От комбинации С перной И Отличие Еще в том Что Монг Очень плотный И скажем так На соплях Уже бой Не получится Вытянуть И Монг Вдамажит Вауе То есть Он и подхилит Сиару И подамажит То есть Пак своеобразный Имеет Свои плюсы И минусы Но честно скажу Как по мне Он хуже Чем с перной Но Он так же Имеет место Быть Это нормальный Пак И Он нормально Работает При определенном Сочетании Рун И всякое Такое Справа Нубская Комбинация Термос Плюс Хлоя Но Присутствует Панда тьмы И панда тьмы Это уже Отдельный Разговор То есть Здесь Происходит Картина Такая Что Термос С пандой Дико Ебут Мозг В то время Как Хлоя Просто выступает Персонажем Который Выигрывает Им время Насколько я знаю Хлоя По моему Даже в Айленсе Я точно не помню Смотреть не буду Ну Посмотрим Как работает Выиграл Первый Дэвс Первый Дэвс Первый Дэвс И один Раз Второй Дэвс Как видите Нудская Комбинация Справа Сработала Всего Один Раз Комбинация Слева Сработала Намного Больше Так Драга Так Комбинация Справа Это Жесткач Это Просто Пиздец Это Сильвия 33 Скорость На ГВ Я думаю Многие знают Кто это Кто не знает Посмотрите В монстрах Рассказывать Что она делает Я не буду Ну Я думаю Здесь все Прекрасно Понимают Потому что 33 лидерка Для термоса Это Я Ебу Либо Бу И плюс Когда она делает Тимап С термосом Это тоже Опиздеть Можно И Перна Здесь Просто Как Очень Мерзкий Товарищ Потому что Зачастую Будет Происходить Так Что Ты Нападаешь Успеваешь Убить Термоса Да И Остается Перна С Вот Этой Вот Мондой И И Ты Выбиваешь Пассивку С перны А Они Прокают Прокают Вайленд 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 У перны Новая Пассивка Ты сдох Это Жесткая Хуйня И Привыкнуть К ней Тяжело Когда Ты Встречаешь Вот Это Дерьмо Первый Раз Ты Просто Такой Сидишь За голову Пытаешься Думаешь Ёб Твою Бабушку Блядь А Как Это Выиграть Ну Я думаю Вариации Найти Можно Слева Комбинация Сиара Мяч Опять же Да И Ревайв Зачастую Это Выступает Эладри Но Здесь Это Иона И В моем Понимании Хотя Многие Так Не Считают И Зря Это Намного Сильнее Комбинация На Очень Много Сильней Потому Потому Что Иона Если Ты Действительно Одеваешь Ее В топовые Руны Она По Расколу Мячика Так Как Она Светлая Она Будет Бить Любого Монстр Огня Монстр Блядь Тьмы Там Воды Ветра Ей Похуй Она Будет Бить Любого На Ком Висит Раскол А как Контрят Подобный Пак Правильно Контрят Его Два Монстра Огня И Рина На Рину Раскол Мяч Хуй Когда Повесит Потому Что Сто Резисто И Он Будет Вешать Его Всегда На Огненных Дебилов И Че И Он Стрех Вайлентов В Раскол Четыре Крит Шесть Крит Шесть До Свидули И Все Я Уже Отлетал От Этой Лютый Деф И Первый И Второй Мне Очень Нравится Этот Деф Видите Оба Деф Выиграла Выиграл Второй Деф Выиграл Первый Деф Оба 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 Второй Оба Оба Как Видите Эта Комбинация Очень Грамотная Очень Жесткая И Сопровождается Хорошими Рунами Это Жесткая Огонь Это Реально Жесткая Тема Вот Это Прям Лютый Деф Так Винни Это Новичок Он У нас Гильдия Сколько Недели Три Наверное Может Чуть Больше Не знаю Точно Говорить Не буду Деф Его Мне Не Нравится Абсолютно Деф У него Полное Говно Вообще Не знаю Нахуй Этого Уродов Деф Справа Стандартная Комбинация Пожалуй Двух Рубинов Наверное Даже Потому Что С Трех Рубинов Рубинах Люди Стали Понимать Что Это Не Работает И Стали Ставить Что Угодно Лишь Б Не Это То Почему В чем Минус Этой Комбинации Потому Что А Ее Лешенят Б Ее Коперят Ну А Будет Ее Коперят Ее Все Коперят Эту Хуйню Как С Бульдозером Так И С Деф Б Ее Лешенят С Ее Через Тиану Формят Эту Комбинацию Ну И Другие Вариации Что Ее Просто Через Трипл Ветер Бьют Б В общем Комбинация Слабая Мне Она А Не Нравится Это Полное Говно Слева Комбинация Сиар А Грифон Почему Не Мяч Я Не Знаю Урод Потому Что И Аракул Тиме Честно Мне Не Нравится Ну Давайте Посмотрим Результат Может Я Не Прав Выиграли Оба Выиграл Первый Выиграли Оба Выиграл Первый Выиграли Оба Выиграл Первый Как видите Второй Деф Выигрывает Мало Но Все равно Есть Дебилы Которые Этому Проигрывают Честно Я Не Понимаю Кто Это Может Дой Это Надо Очень Сильно Постараться Чтобы Этому Проиграть На Уровне Трех Рубинов Само Собой Либо Очень Сильно Должно Не Повести Но Левая Комбинация Как Но Как Видите Каким То Образ Она Работает Хотя Ее Контрит Рина Вером От Соло Это Ну Как Не В Соло В смысле Рина Вером Контрят Это Дерьмо Честно Я Не Понимаю Как Это Работает Но Видимо Как Работает Не Знаю Идем Дальше Я Вроде Никого Не Пропустил Стандартная Комбинация Слева И ДЦП Комбинация Справа То Как Это Работает Виольный Нереально Жирный Мяч Аналогичная Русалка И Аналогичный Кумар Работает Это Так Что У Этого Чувака Руны Лучше Чем У Наверное 95% Сервера У Этого Чувака Руны Очень 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 Жесткие Причем Вот Кто-то Может Открыть Скажет Ха У него Грифон Хуйня У меня Быстрей Прикол В том Что У этого Чувака Лютый Виол Прям Пиздец Какой Лютый Вообще Просто Пиздец Свифтсет Ну он Мало Я так понял Формит Гига Он Упор Делал На Виол И На Некро Я так понял Супор Делает У этого Чувака Вообще Нест Левел Виол Сеты Там Такие Руны Что Мне во сне Даже Не такие Снятся Мне во сне Снятся Руны Хуже Слева Комбинацию Вы прекрасно Понимаете И сами Все Видите Я думаю Ну и плюс Я сейчас Покажу Статистику Выиграл Второй Деф Выиграли Все Первый Второй Первый Второй Второй То есть При том Что Почти Все Гильдии Знают Что У этого Чувака Один Из самых Сильных Дефов Нашей Гильдии Его Стараются Атаковать Игроки Как Правило Очень Такие Сильные В своей Гильдии То есть Его Стараются Бить Чуваки Самые Сильные Свои Гильдии Если Они Конечно Не Тупорылые Если Они Пытаются Выиграть Все Таки Нас Потому Что Ну Это Просто Банальная Банальная Вопрос Тактики То есть Ты Самого Сильного Чувака Один Раз Выигрываешь И Больше Не Трогаешь И все Бьешь Все Остальные Дома Это Логично Это Логично Я не знаю Это Объяснять Я смысла Не вижу И даже При том Что Его Бьют Сильные Чуваки То есть Вот эти Вот Изовей Это Долбоебые Я как бы Про них Ничего сказать Не могу Изовей Это Долбоебые Дайхард Это Понторез Это Ни о чем Вот Дайхан Допустим Это Жесткий Чувак Это Купленный Аккаунт Аккаунт Это Плюс 189 Скорости Тиана Если Что На Секундочку Плюс 189 Тиана И Там Достаточно Все Жестко Это 4 Ванессы На Аккаунте Там Ну И в таком Все Духе Это Жесткий Аккаунт Вот Эти Из Рандом Хиру Это Долбоебы Это Тоже Ни о чем Но Вот допустим Куба Это Жесткий Чувак Куба Это Нормальный Тип И Как Видите Он Все Равно Проиграл Второму Адфу Из Ав Кто Там Из Ав Ну Я Не знаю Вот Эт Миллиодас Вроде Более Менее И Мир Тоже Вроде Как Более Менее Но Пробил Его Тира Я Не знаю Кто Тира Вообще Вообще Не знаю Сейчас Секунду То есть Если бы Они делали Все По Уму Напали Вот Эти Первые Два Человека И Больше Его Не Трогали Но Они Решили Выебнуться И Въебали Кучу Мечей Туда Поэтому Эти Идиоты Кроме Проиграть Больше Ничего Не Заслуживают Ну И По поводу Так Еще Расскажу Немножко По поводу Его Второго Тефа Работает Так Что Мяч Дико Прокает Как Я Объяснял То есть Все Татистаны Крест Туда Сюда Кумара Все Это Накрывает Крестом И То есть Ну Логика Какая То есть Ты Убиваешь Первый Мяч Экологично Если Ты Пытаешься Убить Первой Русалку То У 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 Такая Же История С Кумаром У Него Еще Больше ХП Там ХП Порядка Тысяч Пятидесяти Слишне И Мяч Ну Там Мяч Такой Кто Кто Захочет Можете Зайти Посмотреть Руны Вейна На нашем Сервере Там Биздец Руны Серьезно Я не Преувеличиваю Там Руны Просто Next Level Просто Для того Чтоб Вы Поняли У Него Плюс 160 Скорости Вайленд Вайленд Блять Канамия И при всем при этом У нее Тысяч Под 30 ХП Канамия Блять Плюс 160 Вайленд Из Дохуя ХП Чтоб Вы поняли Вообще О чем Идет Речь У этого Чувака Руны Вообще Блять Next Level Просто Вайленд Сеты Просто Next Level Ну Для меня По крайней мере Думаю Для многих Других Так же Найдется Конечно Наверное Кто-то Скажет Ха Хуйня Я У Бариона Лучше Видел Ну Или Что-то В таком Духе Но Вейн Всегда Срал В горло Бариону Блять На Глобале И Просто Изи Его Выигрывал На ГВ И Барион Даже Как бы Убивался Об его Говнодефы Так что Даже Когда у У Вейна Не было Первородок Так что Если Вы Хоть Поставите Такой же Дев И Он Не Будет Выигрывать То Это Потому Что У вас Нет Таких Рун Я Пробовал Но Там Вообще Вся Фишка Вайленд Мячик И Там Все Залязано На Вайленд Мячик И Это Все Очень Сильно Меняет И Плюс У него Всегда У него Всегда Жесткие Задумки По Поводу Он Может Мячик Переодеть Вторую Руну Не ХП А Дев Поставить Раз Потом Не Дев А ХП Поставить То Есть Там Ну Такие Фишки Он Мутит Короче Чувак Замороченный Чувак Жесткий И Он Он Занимается Побольшей Частью ГВ Дев Так Ну Слева Комбинация Стандарт Справа Тоже Ничего Нового Вы Здесь Не Увидели Первый Оба Второй Второй Оба Ну Как видите Как показывает Статистика Я думаю Наглядно Вы это Прекрасно Видите Дев Справа Показывает Максимальную Результативность На ГВ Дев Слева Показывает Наверное Вторую Результативность По ГВ Собственно Вот и все По новым Мобам По Так Сейчас Секунду Я гляну Что в магазе Ничего Интересного И вот Собственно И все По мобам По Рунам По Всему Остальному Ну Я как бы Я знаю Что кому-то Это покажется Хуйней Кому-то Это покажется Скучным И неинтересным Ну Как бы Нет Если нет Желания Не смотрите Как бы Никто Не заставляет Потому что Люди Много Раз Уже Просили Ну И Собственно Ну Решил Записать Посмотрим Что из этого Выйдет Понравится Не понравится Как-то Так Всем Спасибо Всем пока